Актуальное интервью Акционерное общество Сахоэнерго является дочерним предприятием ПАО Якутско-Энерго, поэтому то, что мы единственные, это, наверное, ну, как скажем, сильно сказано. У нас есть головная компания Якутско-Энерго, поэтому техническая политика вся происходит у нас с Акционерное общество Якутско-Энерго. Это первое. Второе, значит, чем вызвано внедрение интеллективной энергетики, как вы все прекрасно знаете, происходит колоссальная экономия дизельного топлива. Все наши объекты энергетические расположены в труднодоступных северных районах, соответственно, нам необходимо туда завозить дизельное топливо. На стоимость топлива накручивается еще стоимость транспортных затрат. Но по некоторым оценкам это достигает примерно в два раза. Если в Якутске стоит топливо, допустим, 25 тысяч за тонну, то порядка 50 тысяч за тонну это уже на севере стоит. Соответственно, для нас очень важно экономить дизельное топливо. Ну и вторая причина для того, что мы внедряем альтернативную энергетику, это все-таки забота о человеке. То есть альтернативная энергетика не выбрасывает в воздух загрязняющий вредное воздействие, как дизельная станция. Вот два основных ключевых посола для внедрения альтернативной энергетики в условиях Республики Сахарь и Кути. Александр Кимович, Вы уже примерно сказали, насколько вообще экономится топливо электрическими станциями. В денежном выражении Вы сказали почти в два раза, да? Нет, эта стоимость топлива у нас увеличивается в два раза. По предварительным данным Сахаэнерго на сегодняшний момент эксплуатирует 15 солнечных станций. Значит, ну, включая солнечную станцию, одну из крупных, это солнечную станцию СС Батагай, поселки Батагай, мощностью 1 мегаватт. Значит, общая экономия дизельного топлива, ну, по нашим предварительным расчетам, потому что год же еще не закончился, 17-й, поэтому мы примерно оцениваем, что мы в год экономим где-то 277-280 тонн в год всеми своими солнечными станциями. Значит, общая установленная мощность наших источников энергии, это где-то 1,5 мегаватта. Это получается, если 1 мегаватт солнечной станции Батагай в участии, то получается около 500 киловатт. Это мощности наших солнечных станций. Всего у нас их без Батагайской станции 15 штук. В республике? В республике. С Батагайской получается 16. А во сколько обходится строительство этих солнечных станций и насколько быстро они окупаются? Ну, по разным оценкам, по разным станциям разные, потому что география строительства нашей солнечной станции именно выбрана таким образом, что мы строим не только на севере. Мы строим станции в Эмиконском районе, в полюсе холода. Мы строим станции в центре, по сути дела Кабайский район. У нас есть станции в Батагае, в Верхоянском районе, Батагай, Иннях, Столбы, значит, такие объекты там. Значит, у нас есть станции и в Южной Якутии, в Валданском районе. Условия разные, соответственно, и транспортные разные. Поэтому, в общем, если констатировать, значит, солнечные станции в условиях Якутии окупаются порядка 7-8 лет. Это средний срок окупаемости солнечной сетевой электрической станции. Скажите, а в планах есть еще строительство еще солнечных станций? Вот сейчас их только 15. Сколько еще их будет? Акционерное общество Саха-Энерго с местной Якутской Энерго и правительством республики Саха-Якутия в свое время разрабатывала и в сегодняшний момент актуальна эта тема программу так называемой темы оптимизации локальной энергетики. Там одним из вариантов, значит, вот в этой программе как раз идет широкое применение альтернативных источников энергии. Конкретно, значит, солнечных станций. Да, безусловно, наша компания Акционерное общество Саха-Энерго планирует в перспективе строительства новых солнечных станций. Но каждый год мы корректируемся, смотрим. Ситуация же тоже меняется. Соответственно, точки выбора солнечных станций мы корректируем практически каждый год. В год мы примерно строим раньше, когда не было, так скажем, кризиса. Мы и по пять станций строили в год. Инсенсивно начали строить станции, значит, с 2013 года. Ну, так три-четыре станции в год мы строим. Александр Кемович, сейчас вот в эти дни проходит какое-то мероприятие же, которое имеет международное значение. Конференция она называется, да, по возобновляемой энергетике. Ну, вот пятая, так называемая, международная конференция будет проходить у нас в городе Якутске. Она у нас проводится традиционно, значит, уже в пятый раз. Соответственно, это дает о себе знать о том, что наш регион очень интересен для внедрения. Первое, почему нам доверяют проведение этой конференции. Второе, наш регион очень интересен, потому что такие климатические условия, как у нас, значит, только есть у нас. Если техника, технология будет работать в наших северных условиях, соответственно, она будет работать по всему миру. Ну, не только, значит, ну, даже и в Антарктике, по сути. Потому что температурный диапазон, ветровой диапазон в наших условиях, он очень суровый. Поэтому даже и иностранные компании к нам стремятся. И вот эта пятая международная конференция, которая будет проходить под эгидой правительства Республики Сахая-Якутия и Паурус Гидра, она как раз будет посвящена внедрению альтернативных источников энергии на Дальнем Востоке. Название конференции такое. Но, как мы видим себе, горизонты расширяются. Значит, присутствуют специалисты и, значит, компании не только, которые работают с Дальним Востоком. По сути дела со всего мира. И по предварительной информации в пятой международной конференции будут участвовать специалисты с разных стран. Много? Много. Значит, Китай, Япония, Чехия, Германия, значит, американцы будут участвовать. Значит, поэтому эта пятая конференция наиболее резонансная получилась в частности привлечения международных специалистов. То есть, там даже присутствуют группы порядка 20 человек. От каждой страны? От каждой страны. Поэтому вот такая представительная конференция будет. Александр Кимович, а если говорить о других альтернативных источниках энергии, вот выработка энергии из ветра. Вот Сахаэнерго достаточно изучила возможности ветроэнергетики в Булумском районе. А какие проекты реализуются сейчас вот по этому виду? Ну, акционерное общество Сахаэнерго совместно с правительством республики Саха-Якутия в 2007 году, наверное, первую установку в Арктике в условиях севера, да, нашего российского севера, мощностью 250 кВт установила ветроустановку в поселке Тикси. Значит, она, ну, к великому сожалению, тогда, ну и как сейчас, наверное, всегда у нас ресурсы ограничены, да, и было принято решение, значит, купить установку в бывшую потребление, то есть бывшую установку. Соответственно, она в 17 лет отработала в Германии, вот, и мы привезли ее сюда, как бы скажем, на эксперимент. Она называлась у нас экспериментальной, значит, она у нас работала, вырабатывала электрическую энергию, значит, мы на этой установке опробировали технические решения, принятые на Западе, ну, и для себя сделали, как специалисты, технари, значит, определенные выводы. Мы сейчас точно знаем, какие ветроустановки нам нужны в условиях севера. То есть не такая, которая у вас вот сейчас в качестве эксперимента? Да, в качестве эксперимента, ну, как говорится, и отрицательный опыт, говорят, тоже опыт. А почему был выбран именно Булунский район? Ну, во-первых, Булунский район, ну, известен, что это, как бы, прибрежная зона Ледовитого океана, соответственно, вся прибрежная зона у нас является, значит, с потенциалом ветра. Соответственно, значит, как раз вот ветроустановка так и была выбрана, то есть по ветропотенциалу. Ну, и, соответственно, нагрузки, уровень нагрузок там достаточный для того, чтобы даже построить сеть вот этих ветровых станций. Соответственно, вот сейчас подача нашего правительства, республики Сахая, Якутия и Русгидра, значит, планируется построить в поселке Текси еще три ветроустановки по 300 кВт мощности, значит, ну, в ближайшее время. Это 17-18 годы. На месте прямо там строить? Да, прямо на месте построить. Значит, тут будут представители японских компаний участвовать, значит, ну, думаю, что проект очень сложный, очень сложный, потому что сроки очень короткие. Соответственно, значит, очень важный объект будет для нас, для энергетиков, вот этот, вот этот объект. Значит, ну, и, соответственно, определенные технические выводы. Обязательно должна быть ветроустановка арктического исполнения. То есть, минимум гидравлики, значит, максимум механики и электромагнитных вещей. Вот, соответственно, чтобы не мерзло, чтобы все крутилось, чтобы все работало. Все работало, да. Да, что очень важно для новых технологий, для того, чтобы был соответствующий, квалифицированный, значит, персонал. Если нет достаточно квалифицированного персонала, ни одна техническая установка работать не будет. А сейчас есть у вас такая проблема, да, с кадрами? Да, безусловно, у нас присутствует такая проблема. Значит, в России даже отсутствуют, значит, учебные центры, там один или два. Я помню, есть вот по ветроустановкам, по крайней мере, да. Вот, потому что это очень специфическая работа. Это не работа на дизельной станции, вот, а это работа на возобновляемые источники энергии. То есть, там все новое, компьютеризированное, то есть, очень, ну, достаточно наукоемкое производство. Соответственно, уровень подготовки персонала должен быть высоким. Это действительно очень же перспективное направление. Я думаю, интересно будет возникать у молодежи, у выпускников школ, чтобы вот именно получить такую специальность и в будущем иметь хорошо оплачиваемую работу. Спасибо, я благодарю вас, Александр Кимович, за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был заместитель генерального директора Сахаэнерго Александр Кимович Корякин. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова